всем привет сегодня очередной небольшой урок ну как урок это как бы не совсем прямо уроки я все как вы знаете подсматриваю у лази и некоторые вещи я пропускаю потому что на самом деле уж очень много у него уроков да они в принципе очень просты по содержанию но тем не менее их очень много и некоторые можно было бы упростить так вот сегодня скроллинг то есть вкратце то есть это очень просто здесь реализуется вот поэтому особо разбирать нечего поэтому я сегодня скроллинг ну и вот этот скроллинг бэкграунд рассматривать не буду потому что это грубо говоря одно и то же то есть скроллинге скроллинге фишка в том что здесь за точкой привязывается как бы экранчик и куда двигается . туда и смещается экранчик то есть это общее грубо говоря карта это то что отображается я этого не делал я просто смещала грубо говоря вот этот экранчик покажу как это очень просто вот а вы в качестве задания на сделайте так чтобы добавьте туда объект и так чтобы он перемещался и экранчик перемещался вместе с ним ну короче где-то так где-то так вот бэкграунд это еще проще то есть нужно просто двигать фоновую картинку фоновую картинку двигать дальше вот эти вещи я наверное пропущу потому что смысла не вижу возможно еще будет урок вот здесь я разберу что это такое вот это возможно вот это возможно до мульти трейдинг не буду потому что есть у нас и плюс плюс одиннадцатого потоки потоки так а здесь я что-то даже не вижу а вижу а вот есть из delt red create red не от этого я делать не буду потому что и стандарте уже давно есть собственные потоки не вот это ерунду и страдать не буду поэтому есть у меня лекции в разделе уроки по си плюс плюс вот ну и возможно вот это еще посмотрим и все так вот что касается скроллинга скроллинг все очень легко и просто все очень легко и просто смотрите есть например большая картинка вот я скачал уровень ну картинку и супермаре то есть я сейчас нажимаю кнопку влево вправо и происходит скроллинг то есть я перематываю эту картинку здесь я просто не позатирал вот эти объекты вот но вы это можете сделать соответственно ваша задача просто добавить возможность сюда объект марио и чтобы вправо и влево он бежал и вместе с ним двигалась карта как это достигается вот это вот перемещение легко и просто как я уже сказал смотрите вот я загружаю картиночку где тут где тут вот и ее ширина на самом деле там порядка что-то 3000 там чем-то 3000 чем-то пикселей вот но рисовать же я не могу эти 3000 пикселей сразу соответственно я рисую а что я я передаю камера что такое камера это какой-то участок который мне надо нарисовать давайте идем game и где тут отрисовка вот смотрите камера у меня на самом-то деле на самом-то деле имеет размеры нашего ну моего экрана то есть ширина ну тут самое главное ширина до высота у меня 300 300 ну потому что такая высота картиночки вот соответственно я ну а x чему у меня равен x так x у меня равен сейчас я это уберу это не надо x у меня равен неком некому значению вот же камера после что такое же камера после в обработке клавиш когда я двигаю влево или вправо я сдвигаю на два с половиной пикселя на два с половиной пикселя так вот а если это меньше нуля то камера по позиция камера становится становится ноль то есть грубо говоря вот у меня вот это вся картиночка да а вот эта камера к примеру вот она вот ну давайте для примера возьмем так вот в принципе картиночка то 0 картиночки по иксу начинается вот здесь а камера находится вот здесь соответственно это x начало нашего так бы нашей камеры а ширина ее равна ширине экрана вот так вот смотрите вот эту позицию x вот эту позицию x я увеличиваю то есть уменьшаю если иду влево и увеличиваю если иду вправо так вот если она достигнет камера позиция плюс ширина экрана нашего будет больше чем равно ширине общей ширине картиночки то вот эта позиция x то есть грубо говоря она дальше не смещается вот если мы дошли до края то она становится здесь то есть ее позиция равна ширина карты минус ширина экрана ширине экрана вот если же у нас если же у нас картиночка еще нас правее есть значение ну есть картиночка дамы не дошли до края то мы короче увеличиваем вот то есть вот вот эта камера а вот эта общая картинка то есть данном случае я просто смещаю по иксу и по игреку так вот при отрисовке при отрисовке что у нас есть у нас есть такая функция sdl render copy x ну типа extension расширенная копия да то есть я указываю куда рисовать какую текстуру и указываю непосредственно камеру то есть указывание последствий на координаты координаты вот эти x и y и ширину и высоту для общей картинки вот вот то есть указываю эту позицию камеры а render court это то где мне нужно это рисовать то есть смотрите я берут этот кусок указываю какой кусок мне нужно рисовать ну взять с текстуры и указываю где его вообще на экране надо нарисовать соответственно смотрите здесь значение меня какие у меня 0 и беру половину экрана и половину картинки и делю это все на 2 ну давайте посмотрим 00 давайте посмотрим что в этом случае будет в этом случае будет как вы видите x 0 y 0 то есть я указываю что вот определенный кусок нужно рисовать вот вот здесь и вот вот вы видите что происходит здесь же этим способом я получаю половину экрана дальше получаю половину картинки и дальше от половины картинки я отнимаю вот эту вот половину экрана и это типа я рисую посредине вот типа посредине вот и могу смещать ну надеюсь вы поняли тут как бы сложности никакой нету а сложность даже наверное нормально ну как-то это объяснить вот 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 что еще а тут больше ничего то есть указывают ту координаты той части которой которую нужно взять на общей картинке и указываю куда вообще на экране это отобразить вот и все вот и все а в основной игре я просто увеличиваю или уменьшаю позицию x соответственно соответственно вот таким образом смещается наша камера вот то есть вот так вот легко и просто происходит скроллинг вот в принципе все исходник этот будет в архиве прикрепленный к уроку ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока